Театр закрывает сезон и не исключением стал и Самарский драматический. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня, но практически последний, не уехавший на каникулы, актер Самарского драматического театра Денис Емельевич. Привет. Привет. И самый главный вопрос, он волнует всех, вот данную минуту, почему ты лысый? Ответ, да неприличие банальный, захотелось. Причем захотелось очень давно, я полгода жил с этой мыслью, просто вот, я однажды утром проснулся и понял, что я вот захочу просто взять это и все избрить. И полгода, я практически каждое утро просыпался, брал руки, машинку, стоял перед зеркалом еще немножко, еще немножко, и так вот до последнего дня. Крайний спектакль у меня в этом сезоне был Дунжуан, и 10 июня, прямо после спектакля, Вадимир Васильевич Сопрыкин, мой партнер по этому спектаклю, до конца исполнил роль с Гонорелли и помог мне освободить голову. Говорят, что чакры какие-то открываются, дополнительная связь с космосом там улучшается, если вот периодически это делать, наблюдается такое? Ну да, нет, на самом деле гораздо легче, самое удобное, это утром встаешь умываться. Обычно лицо, может, ладошку намочил, так потер и свежо, хорошо. Я видела фотографии в соцсетях, ты такой не один, да, у вас несколько было таких бравых солдат, которые решили это сделать? После меня, я боюсь, как бы у меня там руководство уже нафига не предало, потому что после меня побрилось еще несколько человек, троих побрил я лично. Это новая мода такая, или это просто вот лето, жарко, и закончили спектакли, и можно с собой, со своим внешним видом делать все что угодно? Да, и многие артисты, до этого я первый раз побрился вообще в жизни. До этого многие актеры, бывает, что на лето бреются, чтобы и голова отдыхала, и все. В этом году нас стало гораздо больше, и как-то я послужил, я так понимаю, каким-то примером, потому что, глядя на меня, многие захотели еще тоже побриться. Но ты будешь отращивать, или все, теперь ты будешь в таком амплое образе? Ну, боюсь, что к этому сезону. К чему поклониться-то привыкать? Боюсь, что к этому. На самом деле, я, ну, несколько было причин того, что я побрился. Есть у меня небольшие творческие задумки относительно моего будущего, и, возможно, в будущем меня будут видеть только в таком виде, да, если все случится. Руководство я в известность поставил, но боюсь, что, наверное, следующий сезон будет еще переходным, когда несколько спектаклей, естественно, я играть не смогу, поэтому нужно будет сделать вводы, и после этого уже я полноценно смогу пополнить ряды лысых людей. Слушай, даже интересно, что же за задумка у тебя такая? Может быть, чуть-чуть поделишься хотя бы? Ну, я, знаешь, я так часто делюсь своими задумками, что они не сбываются. Пускай эту задумку мне очень хочется осуществить. И там необходимо, чтобы именно... Ну, нет, не необходимо, просто мне так хочется. Ну, так ты так чувствуешь. Я так чувствую, да, я так чувствую. И, в принципе, еще проблема в том, что с генами не поспоришь. У меня гены в этом плане, рано или поздно мне придется все равно заходить таким. То есть не смогу я вечно быть молодым и волосатым. Хорошо, слушай, ну вот позвала я тебя сегодня, чтобы мы вспомнили, что у нас было хорошего в этом году. Что-то было хорошего? А разве нет? Давай пройдемся, наверное, как-то по сезону, да, повспоминаем, что было, какие премьеры, какие спектакли. Ну, я тут, можно сказать, мимо сезона пролетел в театре, и если там не брать мой собственный проект, то мне похвастать-то особо нечем. Но ты все равно, ты присутствуешь, ты смотрел, ты на тебя, в принципе, в театре ты бесконечно постоянно бываешь. Вообще, что коллеги говорили перед тем, как разъехаться? Хороший был сезон? Ой, это был очень тяжелый сезон, я вот уже как-то говорил, с кем нам разговаривали, каждый год думаешь, ну все, ну уже тяжелее, там быть не может, там нет, может каждый год, понимаешь, может. И очень сложный был, конечно, очень сложный был сезон. Во-первых, тот сезон заканчивался очень сложным выпуском Шоушенка, и людям пришлось выйти пораньше из отпуска, значит, выпустили один спектакль, потом сразу выпустили Шоушенка, или, не помню, «Человек и джентльмен» сначала выпустили, я сейчас уже хронология, не помню. По-моему, нет, все-таки Шоушенка первый был. Вот, поэтому все устали адски за этот сезон, плюс была огромная работа у ребят практически у половины труппы, работа холстомером, да, история лошади, 4 месяца, там, беспощадные фанатичные работы с утра до вечера, поэтому я тоже немножко там застал в работе, вот. Ну, усталость приятная, все равно же, есть такое, да, понимание того, что отработали по-честному? У меня нету такой, у меня нету, у меня, на самом деле, ну, если мы говорим откровенно, да, у меня особой радости от этого сезона нету, не в плане моего творчества, что касаемо театра, да, опять же говорю, не в плане, там, не знаю, пускай меня потом будут ругать, но не в плане того, что мы выпустили. Далеко не все, как бы я, вот, принял и далеко не все считаю удачными работами этого сезона. Слушай, вот мы с тобой в прошлый раз, когда виделись, мы с тобой говорили как раз о Новиченте и о том, что планируется такая штука, как мы театр, да, такая история. Как у вас там дела с Сашей Амелиным-младшим? Ну, Сашка сейчас давно уже в Самаре не был, вот должен прилететь 10-го числа, ну, отдыхать он будет просто. Сейчас я ищу пьесу, очень много читаю в последнее время, ищу пьесу для следующего спектакля, который, надеюсь, уже будет полноценным спектаклем, и где я планирую выступить в качестве режиссера. Даже так? Даже так, да, потому что, ну, театр возможности попробовать себя в этом качестве, к сожалению, пока не дает, придется, значит, опять все брать в свои руки. Слушай, в последнее время такая прям тенденция, на мой взгляд, очень положительная. Люди как-то вот, тоже девочки ко мне приходили, сам доктор Чехов, который девчата под руководством Маловинадиной Коровкиной, тоже объединились там, трудятся как-то, да, творчеством занимаются. Вы с Сашей. Еще, в принципе, много вот так вот можно найти и увидеть людей, которые попутно в свободное от работы время еще отработают. Это чего вам не хватает-то? То есть вам чего-то не хватает, вы это начинаете делать? Ну, видимо, да, видимо, чего-то не хватает. Я могу говорить только за себя, да, я берусь за эту работу, потому что, ну, у меня есть какое-то свое представление и видение того, каким театр должен быть, ну, как мне кажется, да. Да, и далеко не совсем согласен я, как я уже сказал, с тем, что происходит в театре. Я программу партии принимаю, что называется, но это не значит, что я ее, вернее, признаю, но это не значит, что я ее принимаю. Вот, поэтому, да, мне хочется каких-то новых поисков, новых открытий. И, опять же, времени не всегда хватает, но я надеюсь, что этот проект будет жить наш, и мы будем развиваться и со временем найдем свою площадку. Очень хотелось бы, конечно, чтобы власть города и Министерство культуры, прежде всего, как-то вот такие творческие проекты поддерживало, потому что, насколько я знаю, и девчонки, о которых ты говорила, Алла Винадьевна, они делают не те эксперименты, которые там, допустим, в основном славятся Москва и Питер, какие-то подвальные чернушные вещи, ну, по крайней мере, вот, пример из недавнего прошлого, делают действительно театральные вещи люди, которые живут театром, и, конечно, я скажу, вот, с своей стороны, очень не хватает поддержки, очень не хватает. Я обращался, на словах поддержали, к сожалению, не больше. А это не уход от, вот, в классическом понимании, вот, репертуарного русского театра? Мы его не теряем таким образом? Да нет, мы его не теряем, я не знаю, что значит теряем репертуарный театр, репертуарный театр. Ну, да, вот, ты, вот, вроде, куда-то там, что-то в сторону пошел делать, то, что хочется, там, еще кто-то, еще кто-то. Ну, понимаешь, вот, да, хорошо, я работаю в репертуарном театре драмы, да, в Самарском академическом театре. Я мечтаю поработать, допустим, с ребятами из Самарта, да, вот, просто я очень хочу с ними поработать. У меня несколько друзей, с которыми, к сожалению, у меня не получается встретиться на площадке, никак. Так, я хотел бы с ними поработать, да, если будет какой-то проект, который или меня позовут, или я приглашу, я думаю, что, ребята, я с удовольствием это сделаю. Я с удовольствием, я в этом году, у меня вот единственное, если брать там творческое открытие, да, в этом году, наконец-то, у меня, в силу того, что я не занят был в спектакле «История лошади», у меня появилось гораздо больше свободного времени, я, наконец-то, посмотрел все спектакли театра-студии «Грань». Для меня это было огромным открытием, да, и если будет какое-то предложение, мы с Денисом Бакурат заговорили на эту тему уже, ну, там очень сложная у них тоже ситуация, и он понимает, что я, он говорит, ну, ты же занятой, тебя же, вот, я чего делать буду. Вот, ну, пока так разговариваем, еще полушутя, если это состоится, я с удовольствием на это откликнусь, мне хочется и там себя попробовать, это не значит, что я уйду из драмы, абсолютно, просто, ну, вот ты сидишь дома, да, в четырех стенах постоянно, тебе же хочется выйти хотя бы на балкон подышать воздухом, или выйти на улицу погулять, но это не значит, что ты собрал вещи, и ты уходишь. Нет, это дает воздух, это дает свежих эмоций, которые, даже кино, понимаешь, которые там, даже та ерунда, в которой я там снимался, даже это дает определенный опыт, который потом очень сильно пригодился мне в работе над спектаклями, над какими-то ролями. Вот по поводу опыта в кино тоже, да, все равно периодически бывают какие-то предложения, и что в этом году? Не знаю, уже, ну, мне, да, я отправлял уже несколько кинопроб, но дело так, честно говоря, это в полноги, потому что понимаю, что времени у меня, я предупреждаю, я говорю, ну, я отправлю, но времени на съемки у меня не будет, если это не будет лето, например, да, вот, но летом сейчас поеду, я два года назад был на море и снялся, ищейка вот в этом году прошла, сериал на Первом канале, поеду на море, будет возможность, снимусь, но ехать в Москву, усталость накопилась до такой степени, что ехать в Москву и там еще бегать, суетиться, у меня нет никакого желания для этого. Слушай, ну ты амбициозный человек, в принципе, да, ты не стоишь на месте, тебе хочется и так, и так себя пробовать. Вот, на твой взгляд, какой там проект, там, кинопроект или еще какой-то, вот что тебя может захватить полностью, если что ты, ну, все остальное бросишь и поймешь, что все, ради этого я готов вообще все бросать. Есть такое? Есть такое, я давно уже, опять же, говорил, я очень мечтаю сняться в каком-то хорошем фильме о Великой Отечественной войне, да, но сейчас, кстати, качество этих фильмов гораздо лучше и лучше становится, вообще отношение общества к этому немножко изменилось за последние годы. И стали снимать все лучше и лучше. Ну, вот, допустим, если это жизнь и судьба, там, да, у Русуляка, если бы это была какая-то роль, или сейчас я вот, у меня, говорю, появилось наконец-то свободное время, я пересматриваю Тихий Дон. И вот, ну, я, вот, у этого режиссера, я не знаю, я пошел бы сниматься, наверное, во всем, если бы это, тем более, была большая роль, наверное, даже бы поставил вопрос руководству, что я, наверное, пойду. В принципе, любой творческий проект, любой, если это действительно творчество, если это действительно что-то вот интересное, вот туда меня тянет. То, что касается работ с коллегами из других театров, да, вот смотри, в Америке, там, на Западе, да, изначально существует такая система, что есть какой-то там список актеров, которые, да, на разные проекты, одних и тех же могут выдергивать, там, разные режиссеры, да, на разные площадки. Вот, насколько могло ли бы такое существовать у нас, допустим, в городе? То есть, может быть, создастся какая-то вот такая общая база артистов, не привязанных к дому какому-то, и вот тогда есть возможность работать не только с актерами из Самарта, но и с любыми другими. Ну, я был бы только счастлив. На самом деле, когда я приехал в Самару, ребята рассказывали, к сожалению, я как раз приехал, когда все это закончилось по неизвестным мне причинам, вернее, там, ну, я не буду обсуждать сплетни, почему это случилось. Ну, я знаю, что раньше была практика, когда артисты театра Самарт приходили в драму и работали на нашей площадке в каких-то спектаклях. Артисты драмы работали в театре Самарт. Я бы с удовольствием в таком участвовал бы, я, на самом деле, очень жалел, что это не продолжается до сих пор. Потому что мне это интересно, мне, я в свое время ушел там из Красноярского театра, да, потому что я понял, что я хочу новых партнеров, я хочу новых ощущений, я хочу чего-то нового. Это же всегда интересно очень. Когда ты знаешь друг друга как облупленного, ну, в этом тоже есть свои плюсы. Но уже начинается такое, штампилово, что называется, потому что уже все знают, кто как себя будет вести. Уже вот настолько, когда люди доскональность, я знаю, что даже на уровне читки читается пьеса, и уже понятно, кто как будет играть. Вот тут момент творчества уже пропадает. Если режиссер не начинает направлять актеров немножко в другое русло, то такой немножко мертворожденный ребенок получается, как мне кажется. Потому что жажда творчества, жажда поиска, она должна быть всегда, иначе театр закончится просто. Слушай, еще хотела о планах спросить именно театральных, касающихся театра драмы, потому что я знаю, что Вячеслав Алексеевич Гвоздков, он такой иногда бывает щедрый на слова и обещания. Что обещал на следующий, на будущий сезон? Уже есть понимание того, что будет браться в разработку? Может быть, лично тебе что-то было интересно? Ну, я вот как раз выступил с предложением с одним, ища пьесу для му-театра, я наткнулся на одну пьесу, достаточно известную, которую я понял, что я своими силами не потяну, но мне кажется, она просто идеально расходится на нашу достаточно молодую труппу, и я пришел с предложением, просто говорю, вы подумайте на эту тему, если вот как раз он за это возьмется, потому что это именно то, что я вот сейчас очень сильно хотел бы сыграть, очень сильно. А что за пьеса-то? Я говорю, я пока ничего не буду говорить. Опять ничего? Я пока ничего не буду говорить, ну потому что и так все, понимаешь, под большим вопросом. Сейчас еще ляпну, и все, и что это будет? Хорошо, Асан Вячеслав Алексеевич, что-то уже говорил? Ну, я знаю, что до нового года, наверное, у нас вряд ли что-то выйдет такое масштабное. Вячеслав Алексеевич взялся за постановку спектакля «Старый дом». Валерий Викторович со студентами выпускает спектакль «Опрокинутый лес». И меня пригласил Паша Самохвалов, ну то, что вот, по крайней мере, до нового года объявлено, что будет, по крайней мере, на чем будет вестись работа. Паша Самохвалов, с которым мы как раз же сотрудничали, да, в театр «Самарта», с которым мы сотрудничали, познакомились на спектакле «Новиченто» как раз. Он, значит, пригласил меня, он сейчас со студентами разрабатывает, и все больше и больше артистов туда уже подтягивается, пластический спектакль «Маугли». Ой, как интересно. Я не знаю, будет это или не будет. Я сейчас даже не хочу думать о результате, хотя вот был такой небольшой экзамен, куда пришли артисты молодые, там, руководство и ребята молодые. Мы тоже хотим в этом очень участвовать, как-то им это очень понравилось. Я на самом деле безумно балдею от процесса, я не знаю, куда это привьет, мне хочется, чтобы это вообще никогда не выходило и не кончалось, потому что с Пашей работать, это вот, это что-то, какое-то волшебство происходит. Очень интересно, безумно в плане пластики, мне это всегда было интересно, и очень сильно не хватало в театре. А вот здесь я прям, вот это вот мое. Вот как раз об экспериментах еще хотелось поговорить с тобой, потому что все больше и больше какие-то появляются экспериментальные сцены, какие-то вот творческие этюды или что-то, то есть то, чего раньше не было, да. То есть мы уходим немножко от классической формы, от традиционного понимания, или не уходим, или мы просто расширяем горизонт, или как это происходит? Нет, не уходим, мы не изобретаем велосипед, все это было. Я вот перечитывал там того же Таирова, Товстоногова, все это разрабатывалось, как есть расхожая фраза, все мы вышли из Шинели Гоголя, в театре все это было придумано еще Станиславским, и после него последователями его все это развивалось, развивалось. И опять же все мастера говорят о том, что, ребята, система Станиславского это не талмуд какой-то, не догма, это просто это вот начало, это система, это отправная точка, которую нужно развивать и постоянно чего-то искать, и искать, и искать. И как бы мы ни пытались, ни находили новую форму, мы все равно все придерживаемся этой системы, это основа, это азбука. А она не, ну, все это, то есть уже кем-то было, но забыто было, да, на какой-то момент? Либо забыто, либо, ну, этот поиск, он в принципе должен быть бесконечным, эти поиски, они уже были, просто для Самары, наверное, может быть, это как-то новое. Просто сейчас, мне кажется, это больше становится доступным, потому что, ну, во-первых, появились социальные сети, да, где все это гораздо проще собрать людей, где все это проще организовывать. Плюс, ну, я считаю, что от количества, да, ты говоришь, что стало гораздо больше всего этого, очень сильно страдает качество, потому что сейчас, с одной стороны, хорошо, что каждый может снять там любой фильм, да, буквально на сотовый телефон, там, на айфон берет и снимает, и качество позволяет. Если ты немножко умеешь работать с компьютером, ты можешь смонтировать, ты можешь все это сделать. К сожалению, ну, вот я смотрел там последние короткометражки, да, ну, я смотрю, ну, за это берутся люди, которые не умеют просто это делать. Я понимаю, что им очень хочется, но они не умеют этого делать. Поэтому, хорошо это или плохо, ну, можно взять, конечно, и количество, всегда, если есть там 10 каких-то проб, что-то одно, но может из этого вырасти действительно настоящее и стоящее. Может быть, театр под открытым небом, театр на пляже, или еще что-нибудь? Вот ты прям вот, вот, не хотел я говорить, но это как раз вот то, чего я хочу. Точка угадала! Да, то, чего я хочу, то, что я хотел вот этим летом осуществить, но, к сожалению, пока не получается, потому что мы разговаривали с Кенапом. У них же есть своя площадка, мы очень дружим с ними, и там, я предлагал делать какие-то вещи, значит, вот на их площадке, но потом мы поняли, что там куча ресторанов и баров, и будет звучать музыка, как бы это не совсем приемлемо. Мне очень понравился проект «Театр на крыше», который, когда я был в Красноярске, значит, там на крыше торгового центра, они сделали площадку небольшую, где идут читки пьес, это очень интересно, где можно делать поэтические вечера, и мне кажется, что это, ну, в Самаре этого не хватает, вот именно этого, этой прослойки. Поэтому, ну, опять же, нужно найти подходящую крышу, потому что это очень сложно, это делать без поддержки, а ходить с протянутой рукой, я просто, я могу раз наступить на горло собственной песни, на свою гордость, понимаешь, прийти, два, но это не ограничивается, это нужно ходить бесконечно, с поклонами. Я через это прошел, как раз делая спектакль на Веченто, но это, для меня это безумно сложно, я, вот это вот для меня унижение жуткое, когда я должен выпрашивать на то, что люди не понимают, и каждый раз на пальцах объяснять. Постепенно все равно так получается, что жизнь сводит, видимо, как-то туда это посылается, жизнь сводит с интересными людьми, творческими, которые не обязательно занимаются театром, но которым это интересно. И я надеюсь, что вот как, опять же, когда мы с тобой разговаривали про моему спектакль, я говорю, должно было пройти время, да, вот не получилось здесь, здесь, но подошло время, и все сошлось, все получилось. Видимо, должно пройти какое-то время, должен наступить тот момент, когда это случится. Ну, пока я не сижу на пятой точке ровно и не жду, я делаю все возможное для того, чтобы это произошло как можно быстрее, но пока, видимо, звезды не сошлись. Мне кажется, зритель тоже хочет чего-то нового, периодически такой, во всяком случае, молодой зритель, который открытый, готов к каким-то новинкам, мне кажется, хорошо это идет, и можно экспериментировать, в принципе, в любую сторону, да? Да, экспериментировать не только можно, экспериментировать нужно, театр, это, в принципе, он должен быть экспериментом всегда. Ну вот, говорю, к сожалению, в наше время очень многое опирается в финансы, и, к сожалению, тем более в условиях кризиса, и государство сокращает поддержку, и люди, которые там так или иначе могли похвастаться определенным там меценатством, да, сейчас не могут себе позволить этого сделать. Хорошо. Лето началось, то есть вас, в принципе, отпустили уже, да, то есть сезон-то закрыли. В последний день чего говорили? Как друг с дружкой-то прощались, и что друг другу желали? Потому что, ты говоришь, тяжелый был год. Все разбегались и говорили все. Нет, у нас на закрытии был небольшой фуршет, мы собрались, в принципе, атмосфера была очень позитивная, все друг с другом попрощались, пообнимались, поцеловались, поздравили друг друга, потанцевали немножко даже, и потом небольшой, так уж скажу, небольшой компанией мы пошли, даже спустились на Волгу, искупались. Я думала, вы пошли искать людей, кого еще побрить. Нет, 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 это уже было поздно. Вот, искупались, разошлись, но нет, разошлись на достаточно позитивной ноте, до новых, ну и все, как-то и театр опустел моментально, все разбежались, разъехались, и я сам уже жду, я просто доделываю в городе кое-какие дела еще, и жду момента, когда я уже наконец-то смогу просто сесть, поехать отдыхать, просто очень хочу, потому что, ну, как минимум, смена обстановки нужна, нужны свежие эмоции. Как раз рассказывай, куда хочешь отдыхать, чем тебе помогает море, и каким... Вот, хочу на море как раз поехать. Ой, я, знаешь, я никогда не понимал, когда на море, я вырос в Сибири, а там от моря очень далеко, поэтому я никак не понимал, почему вот как-то люди так на море, ну, вода соленая, у нас там озеро есть соленое, понимаешь, в Сибири не одно. Но мы как-то по озерам ездили, мне вот этой природы хватало всегда, и в Самаре достаточно было Волги, здесь есть много красивых мест, но вот я как-то съездил, я не знаю, какая-то химия происходит, какое-то волшебство, я не знаю, как-то, но я вот и обалдел. Я понял, что я оттуда приехал абсолютно отдохнувшись, с новыми эмоциями, и хочу это повторить очень сильно. Потому что помимо там, несмотря на то, что я не выпускал, даже, да, в театре люди скажут, а чего ты устал-то, репертуар определенный был. Ну да, новых работ практически не было. Мы за этот год сделали, значит, с Петей Жуйковым вечер Петра Львовича Монастырского, с дядей Вовой Суховым, там, да, вот, помогал нам тоже. Традиционные уже выпустили «Кушать под внутри» в этом году, это помимо вот еще каких-то основных работ, которые мы делали. Ну и готовим, на следующий год, вот говорю, помаленечку, начинаем обсуждать и готовить новые проекты. А в следующем году у нас будет еще несколько бенефициантов, так что у нас будет бенефис на бенефисе буквально. Следующий год, да, очень? Да, да, ну вот уже в октябре, во-первых, будет бенефис Андрея Белявского, в октябре, да, октябрь, все правильно стоит, по-моему, то ли 18-го, то ли 19-го числа. Пока еще не обсуждали, нужна будет наша помощь или нет, я еще не знаю. Вот, ну, Жанин Анатольевич Романенко исполняется в 18-м, вот. И 70-летний юбилей Вячеслава Алексеевича Гвоздкова, поэтому вот какие-то мероприятия, видимо, по этому поводу в театре тоже будут. Слушай, про капустники хотела спросить, пока две минутки есть. Каждый раз готовится, идет колоссальная работа, когда готовится капустник, все там умирают над этими вещами ночью, там до пяти утра вы все это делаете, а выходит, это один раз. Да. Ну, Вячеслав Алексеевич, и было такое предложение, чтобы делать это, там, хотя бы два раза играть. Я эту идею категорически отсек, потому что нет, это должен быть, я считаю, что это должен быть эксклюзив, который должен быть один раз. Вот на 27 марта, на день театра, это должен быть прям такой вот эксклюзив, на который ты можешь либо попасть, либо не попасть, вот и все. Ну, как-то записывать, может быть, на видео, да? Это записывается на видео, записывается. А, то есть это сохраняется? Насколько я знаю, что первый мы выложили капустник, а второй, там какие-то, в общем, очень большие сложности с авторскими правами, так как мы-то не заморачиваемся, поэтому мы используем музыку, которая нам нужна, а потом выясняется, что надо это сначала вот тут еще заплатить, и поэтому какие-то там остановки произошли сейчас. Но я надеюсь, что и второй, и третий капустник появятся в свое время в соцсетях, и можно будет это посмотреть. — Вообще, юмористическая вот эта история, она близка тебе, или ты больше как организатор тут выступаешь? — Мы пишем все, мы пишем, вот с Петей Жуйковым мы пишем все капустники вдвоем. Это очень сложно. Самое сложное — это придумать все. Организовать это уже, вот тут уже рука, что называется, набита. Сложность заключается в том, что у нас вот, значит, нам говорили там, недовольство некое высказывали по поводу того, что первый капустник длился практически три часа, да, Второе, вот мы угадали, он прошел там чуть меньше двух, по-моему, час пятьдесят, да, но людям хотелось еще... В этом году, по-моему, час двадцать пять был, что ли, и люди, почему так мало, да. Я объясню, почему так мало, потому что основная организаторская сложность, что нам сцену дают именно в день, когда это все выходит. То есть утром ставится, пускай небольшая, но декорация, ставится свет, и где-то часов с одиннадцати, с двенадцати начинается работа, когда мы первый раз выходим на сцену и все это сводим. Спасибо тебе большое, извини, перебью, время у нас заканчивается. Отличного отпуска, ждем новый сезон и новые проекты. Приходи еще со зрителями. Соглашайте. До следующей пятницы, проведите выходные с пользой, с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова